всем привет начинаем с вами маленькую видео конференцию если так можно сказать чате группы был задан вопрос как правильно проводить ритуалы выбор места хочу об этом поговорить в этом видео для того чтобы говорить вообще о ритуалах каких правильно проводить как выбирать место я хотел бы обратить ваше внимание на несколько цитат которые взял из векопедии я их процитирую с вашего разрешения и на основе этих цитат я отвечу на ваш вопрос ритуал латинская ритуалис обрядовый от латинского ритус торжественная церемония культовый обряд это совокупность обрядов сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем или установленный порядок совершение чего-либо церемониал и словарное определение и другие источники показывают что слово ритуал является синонимом обряда в разных источниках могло определяться иначе как считалось что ритуал является частным случаем обрядов ритуал является совокупностью обрядов как и обряд ритуал характеризуется символичностью действий утратой их утилитарного значения также ритуал ритуалу присущая строго установленная форма и демонстративность теперь что такое товма турге я от греческого чудотворения древнегреческое искусство магии и чудес мастерство магов то ума тургов греческие фокусники до эпохи александра македонского могли показывать свое искусство только на пирах позже театры потеряли свой священный характер вследствие чего театральное представление также лишились характера богослужений представление стало возможным давать не только в днисовые праздники но и в любое другое время хочу обратить ваше внимание на такое интересное слово как литургия имеет общий корень мы о нем сейчас поговорим об определении театры в со временем приобрели сходство современными театрами варьете причем главную роль играли именно фокусник а фокус демонстрированных ими можно судить как по сообщениям древних авторов так и по многочисленным рисункам на вазах фокусники плясали между обнаженными мечами или на канате играли многочисленными кольцами и мячиками вытягивали всевозможные вещи из носа или уха одного из присутствующих вливали с помощью ног вино из большого сосуда в маленький хотя стоя на руках и держа маленький сосуд пальцами одной ноги а большими пальцами другой стреляли из лука также с помощью ног одной ногой они держали лука другой стрелы и тому подобное дальше теургия от греческого теургия бог божество обряд священно действия жертвоприношения магическая практика появився в рамках неоплатонизма в античности в языческих культах направленная на практическое воздействие на богов ангелов архангелов и демонов целью получения от них помощи знаний или материальных благ теургия осуществляется с помощью комплекса ритуальных действий различных молитвенных формул для теургии характерно стремление непосредственному визионерскому видению духовных существ дальнейшем теургия развивалась как направление эзотерического христианства опять же возвращаясь к тому же самому корню литургия где в основе тот же есть ритуал или тургия то есть чудотворение или магии волшебство мы можем в принципе соотнести все то что я сказал ранее простым вещам все это относится к так называемую церемону церемонии или ритуалу или обряду который совершается в рамках определенных ассоциаций и в основе ритуала как любого обряда той же самой литургии в церкви точно так же как и древности так и сейчас ритуал совершается как некое театральное действие вот вопрос как правильно проводить ритуал правил нет потому что это всего лишь навсего сценарий то есть ритуал это не что иное как сценарий обряда или сценарий последовательности действий то есть совокупность обрядов сопровождающих религиозный акт или другой выбранный выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо церемониал поэтому мы можем говорить что сам ритуал точно так же как и все что может быть ассоциативно с ритуалом это театральное действие поэтому какие есть правила правил нет пусть если вы создаете определенный сценарий определенным действием то вы уже в принципе совершаете сценарий ну например совершаете ритуал например если вы планируете день и пишите план действия на день то есть планируете свой день вружи по сути совершаете тоже самый ритуал для чего вообще делаются ритуалы если мы будем говорить о магии а мы именно говорим о ритуалах магии метал совершается для того чтобы создать определенную ассоциативность когда у нас возникает определенная ассоциация или определенный ментальный образ по сути мы возбуждаем свой ментал для определенного проецирования или определенного создания мысле образа эти мысли образы по сути и запускают запускает механизм магического действия поэтому вы можете взять готовый сценарий то бишь ритуал вы можете его создать сами расписал этот ритуал последовательно и проведя между определенной хронологией день действий или последовательности действий определенная ассоциативность особенно если это ассоциативность направлен на воздействие на пространство или на человека вы совершаете уже ритуал а вот то что уже может вызвать вас определенные ассоциативные чувствования ментальные образы визуальные образы и так далее и тому подобное это и рождает само действие магическое действие здесь очень важно обладать определенным концептом или обладать определенным пониманием что маг способен пропускать через себя определенные качества силы то есть маг работает с определенными или силами или пропускает эти силы через себя и силы могут быть как персонифицированными так могут быть и не персонифицированы то есть иными словами если мы вам говорить языком 21 века персонифицированные не наличие цифрованные силы это не что иное как определенное качество энергии вибрации определенного уровня Уровня частоты или импульса, или еще другие какие-то термины, мы можем перебирать их множество показателей. А если мы персонифицируем определенную силу, то мы ее облекаем в определенную персону, то есть мы создаем определенную проекцию. Это может быть Бог, это может быть святой, это может быть некая демоническая сила или ангелическая сила. Это не что иное, как определенные силы персонифицированные, которые наделяются определенной характеристикой для совершения определенных действий. На самом деле, если смотреть на это с точки зрения квантовой физики, метафизики, здравого смысла, не нужно мистифицировать. Эта мистификация хороша для древних времен, даже для времен Греции или средних веков. Для современного человека это не что иное, как создание мысли, образа и запуска его. Относительно выбора места, то есть если мы немножко с вами разобрали принцип, что такое ритуалы, как правильно проводить ритуалы, то я вам самое главное сказал, я вам объяснил смысл ритуалов и нету каких-то правил, это я уже сказал. Но вот выбор места для проведения ритуала. Ну, я хотел бы провести опять же аналогию. Некоторые люди любят ходить, например, на танцы. Кто вам сказал, что это не может быть местом силы? Это тоже может быть местом силы, где человек вдохновляется. Некоторые ходят в театры, кстати, опять же мы возвращаемся к темиморгию, то есть говорим о театральном действии. Ходят в театр, на балет, тоже вдохновляются. Ходят на симфоническую, классическую музыку или ходят на поп-музыку, на рок-концерты и так далее. Мы слушаем музыку и так далее. Но мы можем приходить в определенное место, где обитает определенная сила. Если же мы, например, говорим о определенной магичности или действия магии, напомню, что магия это знание или наука о своей воле и применении этой воли, то можно сказать, что выбор места зависит сугубо индивидуально. Там, где вам хорошо, там вы можете наполняться силой. То есть выбирая место для проведения определенного театрального действия, то бишь ритуала, вы прописываете сценарий, а потом выбираете то место, где вам будет комфортно его проводить. Поэтому выбор места не имеет значения. Поедете вы в какие-то святые места или на какую-то лысую гору или еще куда-то. Это все индивидуально. Могу так сказать, что в магии сакральность, то есть таинство, оно стоит на первом месте. Если вы едете на места, где есть паломничество, где толпы народов, народы ходят и наполняются якобы местом силы, то вы очень сильно ошибаетесь. Это место, которое просто наполняется энергетикой определенной одухотворенности. Когда люди приходят и удивляются какому-то определенному... Ну я могу сказать, что, например, Эйфелевая башня в Париже, она является определенным местом силы или туристическим каким-то вот знаком. К ней приходят и наполняются, вдохновляются, вспоминают. Я был в Париже, сфотографировался возле Эйфелевой башни. Это тоже место силы. Но если вы поедете куда-то на Лысую гору или в какой-то монастырь, уже никому не секрет, что большинство христианских церквей, построенные на капищах, это намоленные веками места, наполненные определенной энергетикой, мыслеформой. И когда человек туда окунается, он чувствует определенные притоки энергии, которые проходят через него. Естественно, он ощущает, о, это да, место силы. Конечно, вот там родничок, надо в нем обязательно искупаться. Не важно, что это обыкновенная вода, она может не обладать определенной целебной силой в чисто научных изысканиях. Но за счет того, что она наполняется энергией исцеляющей, то многие исцеляются. Я уже молчу про то, что сама вера человека уже может исцелить. Человек еще не приехал на место силы, он уже исцелился. Если же, например, опять же возвращаясь к самому главному, если мы говорим о том, чтобы провести ритуал, магический ритуал, то его нужно проводить в тайном месте. То есть об этом месте, кроме вас или тех, кто участвует в нем, не должны знать. Это тайное священное место. Как оно приобретает свою силу? Оно приобретает силу ту, которой вы ее наполняете. Вот вы наполнили это место своей силой, оно обладает этой силой. Я вам хочу сказать, что можно создать определенные процессы, энергетические процессы, при котором на этом месте будет вам очень хорошо, другим людям будет дискомфортно. Потому что энергетика других людей, она не будет, соответственно, совибрировать с вашей энергетикой или с энергетикой, которую вы наполните это место. Поэтому что нужно сделать? Подводим итог. Для того, чтобы правильно, я беру его в кавычки, слово правильно, провести ритуал, вы должны подумать, какой ритуал, с чего вы хотите начать, какое действие вы хотите совершить и к какому результату оно должно привести. И прописать сценарий. Сценарий прописан должен быть на ассоциациях. То есть любые действия, которые вы будете совершать, они должны вызывать у вас определенные ментальные, визуальные или другие чувства. То есть какие-то чувства, эмоции может даже вызывать. То есть в процессе ритуала вам необходимо выбросить эту энергию в это место, которое вы будете выбирать. Место выбираете подальше от людей. Ну, например, я когда выбираю место, даже если оно забросано, ну, так, знаете, у нас люди любят отдыхать и мусор оставлять в лесу. Ну, придите, соберите мусор вокруг этого места, где вы будете проводить ритуал. Но поверьте мне, что уже собрав мусор, вы уже сделали определенный ритуал. Вы очистили это место. А это уже определенный ритуал. То есть само ощущение это место чисто, нету человеческого присутствия, это уже очень здорово. Вы уже наполнили это место своей энергетикой. И уже в это место человек, который захочет туда бросить какой-то мусор, его это будет отталкивать. Потому что когда вы собирали этот мусор, например, у вас возникали какие-то мысли, и вы, может, даже ругали тех людей, которые этот мусор разбросали или оставили, и не думали о том, что на это место может прийти кто-то другой. Поэтому вы уже где-то это место законсервировали. А второе, просто побудьте на этом месте, прислушайтесь к этому месту, понаблюдайте за этим местом, почувствуйте, как вам хорошо. Вам обязательно должно быть на этом месте хорошо. И тогда это место станет местом силы. А проведя определенный ритуал по сценарию, выбросив определенные энергии, качество энергии, вы наполните это местом, место силы. И оно может быть силой. Ну, если кто-то подсмотрит и увидит, что оно хорошо, он тоже может сказать, что о, это место силы. Глядите, так через лет 20-30 там будет опять поломки. Паломничество. И вроде бы будет священное место. И будут рассказывать вам умные вещи о том, что есть какие-то изломы, есть какие-то наполнения. Да, они есть. Но не думайте, что они текут в одном месте и где-то четко пересекаются. Они плавают. Это как магнитные волны. Это как энергия, которая не находится на одном месте. Иначе бы она сделала бы очень патогенные места. А вот энергии, которые на природе, они гуляющие. Так называемые лели, да. Вот струящиеся энергии, которые благотворно влияют на очищение или соединяют нас планетарно-энергетически с Матерью Землей. Вот такой простой ответ. Не знаю, может вы ожидали какую-то научную суда или мистическую форму, обоснование. Все намного проще. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Желаю удачи. До новых встреч. Всего доброго.